и снова здравствуйте дорогие друзья любители компьютерных игр продолжаем проходить reddit redemption 2 сегодня не в обычном формате то есть не в режиме стрима проходим в режиме записи в общем то занимаемся мы коллекторскими проблемами и проблемами не только коллекторским потому что в режиме стрима у нас возникают какие-то проблемы все время и я решил сделать запись уже по игре а помимо того мы между стримом который в 4 серии был и вот этой записью спасли жизнь человеку до от укуса змеи кстати да я забыл включить микрофон вот именно в этот момент когда начал запись я забыл включить микрофон поэтому сейчас я просто озвучиваю то что не было озвучено во время прохождения причем проходил я игру уже где-то пару дней назад и еще и делал в это время я вообще не помню вообще прям я вообще не помню но мы короче куда-то скачу это уже хорошо это уже хорошо я думаю что мы возвращаемся в лагерь до нам встречаются случайные путники на пути но дикий запад все таки нравится мне здесь ночью а это именно уже ночь до такой поздний вечер собственно луна на горизонте пробивается сквозь жидкие тучки и отбрасывает вот такой вот шикарный свет ах как красиво слушай прям на заставку можно ставить вот этот кадр может быть так и сделаем кстати не знаю так а у нас на повестке ночи новый должник томас даунс надо с него взыскать слушай не зря же мы работаем коллектора коллектором вон трудиться в пользе лица да кстати надо обезопасить себя от внезапной от внезапного сюрприза типа нападение со стороны него на нас поэтому возьмем оружие с собой я думаю что двустволку не стоит брать хотя черт его знает может быть даже и стоит но я решил почему-то я положить на место пусть лошаду нас прикрывает правильно мистер томас дамс Я почему-то решил его не только запугать, но и побить. Не верь ему, Джон. Ты такой слабый маленький мальчик, но я тебя сейчас получил. Пожалуйста, пожалуйста, показай немного опыта. Пожалуйста. Мы сняли на землю, и мы сняли на землю. Драус сказал мне, что ты нуждался. Ты говоришь, что он прав? Что это решить? Ставь деньги, и ты сделаешь это остановить. Все деньги за моего бизнеса, партнер Хэш-Драус. Ты дожил ему, ты взял деньги. Он хочет вернуться, что не понимает. Где у нас деньги? Я не имею. Добрый дом. Мы уже дожим больше, чем стоит. Тогда продай твою женщину, или твою семью, или что-то. Мы не любим твою идею. А это понятно? Добрый дом. Добрый дом. Добрый дом. Добрый дом. Что ты думаешь? Томми! Я сказал, что ты думаешь, женщина. Мой мужик не так хорошо. Если нам бы можно больше. Как я сказал, мы не будем любой идеи, что царли, Да. Ну, судя по всему, мы ничего с него не взыскали, да? Красиво, твою мать. А сам-то смотри, Артур Морган-то понимает ситуацию этих бедолаг, слезки-то вытирает. Так, куда я пошел дальше-то? Я не помню. Да, заметил, что здесь можно что-то осмотреть и попытался осмотреть. Здесь бутылка виски. Кто-то прибарахлил виски в лагерь. Хороший человек, слушай. Респект, уважуха. Наш человек. Все-таки меня волнует вот это вот. Запрос предмета, журнал обновлен. Так. Что это такое? Описание миссии. Запрос предмета для лагеря. Хозе нравится детективный роман, найдите ему одну книгу. Ага, Хозе нравится детективы. Ладно, попробуем поискать. Что за книга, кстати? Дело о лживом немце. Серия загадки Олдоса Филсона. Выпуск 18-й. Лондон был окутан густым туманом. Туман висел, словно простыня, которую повесили на просушку. Древний шумный город – самое удивительное и ужасное место на свете. Был красивым и пугающим одновременно. Словно юная девушка, пытающаяся женить на себе холостяка или драгоценный камень, толкающий человека на убийство. Вот о чем я думал, занимаясь вещами, которыми занимаются джентльмены, чтобы скоротать время в ожидании приключений. Наше последнее приключение закончилось, а значит настало время нового. Я знал это, как знал и Олдос Филсон. Даже обе наши комнаты, казалось, знали это. Воздух был полон ожиданиям, как Лондон туманом. Подобно двум друзьям, давно живущим под одной крышей и понимающим друг друга с полуслова. Неудивительно, что в следующий миг мы воскликнули одновременно. «Боже мой!» – вскричал я. Право слово! – пробормотал Филсон. «Да, даже Филсон, самый умный человек в империи, сыщик, йогин, ученый, мудрец, органист, рассказчик, иногда вор, патриот и эксперт в куче других областей, не смог сдержать удивление». Право слово! – повторил он удивленно. «Что вы здесь делаете?» Когда мы в последний раз видели этого человека, он был навсегда заточен в башне на тропическом острове. Это был самый отъявленный злодей Европы. Самый гнусный, властный и неразборчивый человек. Германец до мозгых гостей. Барон фон Шварцхарт. Излишне говорить, что он держал в руке оружие. «Я здесь не для того, чтобы мстить, Герр Филсон», – произнес он с тевтомским напором. «Так для чего вы здесь?» – пропромотал. Я растерян. «Во-первых, чтобы доказать, что даже лучший представитель Великобритании не сравнится с германским аристократом. Видели бы вы свои лица, когда я вошел. И во-вторых, чтобы предложить вам сделку». Пока барон говорил, его повязка на глазу подергивалась. «Только болван...» «Ай!» «Только болван может поверить такому человеку». А Филсон не был болваном. Он был прежде всего англичанином. «Я не заключаю сделок с такими, как вы, барон. Но, признаю, ваш побег впечатлил даже меня. Вот уже пять лет я не восклицал от удивления. А вот я делаю это каждый день», – поспешил заметить я. «Это того, мой друг, что вы одно из невинных созданий нашего Творца». Подобная характеристика ожгла мое самолюбие, как будто его укусила пчела или даже скорпион. Но я сумел криво улыбнуться и простил Филсона за эту непреднамеренную обиду. Если подумать, он и был похож на скорпиона, хитрого, непредсказуемого и скрывающего жало в своем длинном хвосте. Очевидно, барон успел забыть об этом. Лондон был укутан таинственным туманом, немец был хитер, но Филсон был туманнее, таинственнее и хитрее их обоих вместе взятых. Он молниеносно разрушил барона и приставил острие рапира к его подбородку. «А теперь, дорогой барон, если не хотите, чтобы я пронзил вас, словно бабочку, попрошу сказать, кто вы и что вы задумали?» «Я барон фон Шварцхарт, пробормотал барон, но тут его облик стал меняться, перед ним стоял даже не немец, но что еще хуже, женщина!» «Мать твою, вот это развязочка!» «Вот такие, блядь, детективы!» «Так, и все же, и все же...» «Давайте озаботимся нашими... бытовыми проблемами... нам нужно... дать отчет...» «Ааа, как ты наступил?» «Не так хорошо, он почти мертвец!» «И они выглядят более или менее мертвец, что ты был милый, чтобы дать им деньги!» «Ну, люди, которые не мертвы, не выглядят так интересны в моих предложениях» «Да, конечно!» «Так...» «Растовщичество и прочие грехи» «Артур пытается выбить долг из Томаса Даунса, но обнаружилось, что платить ему нечем» «Выполнить это в течение двух минут и десяти секунд» «Какой-то бред!» «Ненавижу эти задания от Rockstar» «Это просто тупость» «Да, давайте закинем пожертвования» «Как всегда, это будет пять долларов» «Вот человек не мог всю жизнь заплатить свои долги» «Он вдруг должен оплатить их в течение двух минут и десяти секунд» «Что за бред?» «И здесь я, вероятно...» «А, намереваюсь поспать» «А, смотри, подъехали патроны» «В виде стрел на лук» «В виде патронов на револьвер, видимо, да» «На пистолет» «Восемь патронов на пистолет» «Еще восемь» «Еще восемь» «Еще восемь» «А здесь у нас семь патронов на карабин» «И еще семь» «Отлично» «Максимальное количество боезапаса» «Теперь, я думаю, можно и поспать» «Так, смотрите, я ничего не хочу» «Я хочу просто тупо спать» «А, есть какое-то письмо, слушай» «Дорогой Артур, он написал тебе это письмо уже сто раз или больше, но оно все равно не выходит у меня из головы» «Это я, ты уже понял, что это я, увидев плохой почерк» «Я знаю, во время нашей последней встречи я собиралась уйти, выйти замуж и сказала, что мы больше не будем видеться» «Я много чего сказала и, наверное, сказала от чистого сердца» «Но теперь я не столь горда, чтобы не разговаривать с людьми» «По крайней мере была» «Последние пару месяцев я жила в Валентайне» «До того мне не везло, это долгая история» «Она слишком быстро пишет, сучка» «Но сейчас я здесь, в Валентайне, то есть, в городе я видела девушек, или как там их можно вежливо назвать» «Ага» «Которые раньше жили с тобой и твоими товарищами» «Еще в городе говорили о человеке, который был похож на тебя» «Я бы с удовольствием снова повидалась с тобой, если ты готов уделить мне немного времени» «Я снимаю комнату на ферме Четвиков, к северу от Валентайна» «Твоя?» «Мэри Лентон» «Вау» «Типа это любовница, или кто такая?» «Мэри, короче» «Надо будет наведаться» «А сейчас спать» «До утра» «До утра» «До утра» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Бритье оставляет желать лучшего Так, а куда мы сегодня с утра пойдем? Пойдем по должникам Чик Мэтьюс у нас Есть должник, есть должник По имени Лили Миллс Здесь у нас был какой-то Охотник, но Что-то он исчез с радаров Это Хавир Эскуэла Куда далеко забрался, смотри Ну-ка Дач велел нам попытаться спасти Шона от охотников за головами Удерживающих его в Блэк Водере А, там Блэк Водер у нас Эмон Грэнджер Это у нас по заданию О дуэлях Так Это кто такой? Мэри Линтон А, это та самая Мэри Которая написала нам письмо Старая любовь Ни черта себе Ну, мы поедем по должникам Потому что Долг требует Поедем К этому парню Потому что Что бы ни случилось Пацаны Долги надо возвращать Так, Дач С тобой мы Немножко попозже Разберемся Хрена, смотри Какая лошадая Это черная Блин Конь мне нравится Это Блять Именно конь Видали, какие у него яйца были Ладно Мы Садимся на шулашаду Че, у меня Шапки нету, что ли? Шапку снес Козел Ну, в смысле Конь Какого хера Ты сюда Телепортировался Вот это махина А, смотри Здоровая Скотина Ладно Разберемся С тобой Позднее У нас Дела Должники Ждут Так, ехаем Прямо К Чихуметизу Дорога Дорога Неблизкая Но Думаю Что Оно Того Стоит Там Какая-то Перестрелка Не против Вообще Не против Я и есть стрелок Самый главный На Диком Западе Так, мне нужен карабин Стоит 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 не парень дела у меня понимаешь 5 баксов заработали давай надеюсь увидимся видел кстати на ю тубе ролики где ребята соревновались с этим парнем и походя к нему ближе чем сейчас я был к нему артур морган ну вернее игра думает что артур морган приблизиться к нему на такое расстояние что он бьет его прикладом по лицу и выстреливает просто башку разнося ему голову дребезги но на же серьезное прохождение поэтому поэтому мы так делать не будем нормальный мексиканец стрелок уважают респект и уважуха мексиканским стрелкам а мы все же ездим по своим делам нас ждут должники да кстати прошу прощения за обрыв прошлой серии 4 серии которая была в режиме стрима опять все-таки подвел youtube или интернет я не знаю в чем проблема и вот я сейчас тоже на распутье вот эту серию записал реально просто для того чтобы как-то игра потолок продолжалась проходиться будем ли мы ее проходить в режиме стрима либо вот таким образом какой-то двухчасовой ролик записи в режиме стрима конечно это было бы интереснее но как видите не всегда все проходит гладко без сучка и задорины поэтому черт его знает я все еще на распутье в режиме стрима было бы конечно круче но не всегда находится время не всегда находится возможность так мы тем временем приближаемся к поселку ком-то где обитается наш должник зеленая круто прям весна хотя игру мы проходим уже под закат осени почти при наступлении зимы проходим игру и это радует причем игра начиналась то вроде был июнь какой-то да слушай я уже не помню столько времени прошло с первой серии был июнь или июль но они отправились горы там была реальная такая зима жесткая снега были прям по пояс в горах ну да это было в горах может в этом проблема так давайте поспрашиваем о нашем должнике у местных жителей так там кунюх есть смотри недоступно из-за недавно совершенных вами преступления вернитесь позже вон ну как да 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 я начинаю вспоминать и у этого парня тоже не могу ничего спросить просто могу его убить но это вам не надо черт в этой области нас оказывается разыскивает и поэтому мы не можем здесь производить никаких действий нам нужна почта две точки на карте смотри то видимо те ребята которые нас разыскивают пусть у нас ближайшая вода все-таки в городе сюда нам стоит и отправиться давай лошадо погнали погнали надо заплатить подкуп чтобы нас не убили за голову все-таки назначена награда а голова мне все и все еще нужно и кстати я так и не понял если здесь быстрое перемещение но по моему нет по моему rockstar решила все сделать максимально реалистично то есть нету быстрых перемещений это раз но это пока что раз потом чего-нибудь вспомню еще более то что было скажем в ртр 1 и нету здесь не это будет 2 пока что не припомню но быстрое перемещение до мир большой поэтому быстрое перемещение были бы неплохо реализованного смотри какой-то бегал бедолага слепой мужик давайте задонатим 1 доллар смотри ну на 1 дорогу так уж и много у нас 197 так это все что он может сказать да хотя бы 1 доллару зато задонатили слепому мужику и кстати тоже напоминаю что на стримах работает донат у нас до на выход новой части хищника либо рэмбо ну на данном момент работает донат по поводу хищника так фазана сбили красивый фазан слушай возьмем себе будет чё пожрать обыкновенный фазан так обыкновенные фазаны встречаются в лугах нью-ганновера и вест-элизабет они всеядны но их пища зависит от времени года зимой они питаются зерном кореньями и ягодами а билетом поедают мелких насекомых свежие ростки улиток и земляных червей для охоты на фазанов лучше взять лук и стрелы для меткой дичи перья фазанов можно использовать для создания предметов мясо употреблять пищу ну да ну да будем изучать охоту тем более проспойлерю вам проспойлерю вам что мы закончим эту серию охотой на легендарного медведя и еще раз проспойлерю мы его не убьем он чуть не убьет нас до спойлер внутри одного видео но это не спойлер так до озвучка ролик который ты прошел дает большие преимущества некоторые моменты вспоминаются так смотри до города добрался у нас вот здесь прям почта есть 35 баксов за бошку нашу дают надо заплатить 35 баксов это копейки по сравнению с тем сколько стоит наша голова я бы не хотел чтобы деньги нужно себе а это на тебе подожди это это не он орёт а это он там кто-то орёт а это помните мужик с войны вернувшийся однорукий мужик да 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 я вспомнил 10 центов просит хоть что-нибудь здоров мы с ним сталкивались в одной из серий братья но я не научил свой имя и сказал себе мики никогда не научил его имя теперь он никогда не увидит его снова и вы будете грустно как когда твоя папа прошла потому что ты спрошел на него что его имя, мистер? артур 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 мы его называли на счет его имени это мой имя сильное имя как кинга ты был мой кинга, мистер Артур да, ты можешь и всё и всё и всё никакого продолжения банкета ничего никого профита да это рокстар они умеют делать ничего из всего и всё из ничего надо должное так пожалуйста штраф возьмите 35 баксов за мою башку в Нью-Ганновере таки давай бывай чек не выдашь? чек сука не выдаст дикая местность дикий запад чеки не дают бабки даёшь главное чеки не дают нет на вас налоговой инспекции сволочи ох как светло и хорошо так ну теперь мы в общем то можно скакать в ту область в которой нас ждут должники но они нас особо не ждут конечно но мы поскачем господину господину чеку мэтизу да дорога может быть вас напрягает но черт возьми все по хардкору дайте должное отдайте должное рук старого все по хардкору никаких быстрых перемещений мы скачем в деревеньку чеку мэтизу за баблом что такое там какой то странный мудак они вообще решили видимо превратить радатор домшин 2 в какой то такой какое то такое приключение в стиле с карима да типа изучайте мир вот допустим сейчас я хочу изучить этот костер по моему там должны быть бандиты где вьются где вьется столб дыма от костра там бандитский лагерь поэтому нам нужно вооружиться скажем луком и винчестером не разобраться с этим делом и там же реально сейчас будут бандиты вот вам еще мини спойлер ребята у дрискула вон они прям там разбили лагерь жрут мясо трахают девок распутных пьют виски и французское вино но сволочь я тут скачу блять за долгами сейчас я с ними разберусь вон смотри как минимум трое там есть во обнаружили лагерь банды давайте-ка попробуем его взъерошить так вижу раз два три четыре человека вижу ну да только четыре человека вижу какой-то план планирует продерживаться какой-то тактики хитрожопые ублюдки давайте начнем действовать в пузо прямо в пузо так огнестрел лучше всего потому что тому кому я попал в пузо он что-то не захотел вздыхать а мне требуется лекарство лекарство у нас в сумке нет нет подожди в сумке твоя мать сумка ну а жми нажми на кнопочку в сумке вот она почти угадал давай нажми на кнопочку сумки да да сильное лекарство вы адрискалс видели да слышали они говорят мы адрискалы тем самым подписывают себе смертный приговор последний последний остался я даже не увидал эту лампу да они же сами сказали что они отрискалы я даже не удал не увидал эту лампу и попал в нее ну все пора пора идти за трофеями тут мы спустимся интересно как то очень опасно а весьма опасно я думаю может пешку а можно объехать да да можно объехать на всякий случай держу винтовку в руке потому что хрен его знает ребята весьма опасные парни адрискала да да тут и есть смотри а это они подъехали видимо они их ждали да эти пацаны ооо трупы то обгорели все что у них было в карманах тоже сгорело судя по всему потому что видите они такие как бы не активные крестики на карте а какие то блеклые или блеклые а тем временем уже наступила ночь темнеет прям не по дням а по часам я думаю что нам стоит заночевать прям здесь так взять что взять а это труп взять все еще я пытаюсь бороться с управлением с управлением который придумали но это не особо получается оно тут такое знаете на грани управление на грани хочешь взять чего-нибудь полезное берешь труп одрискала и путешествуешь с ним хайная жвачка ни черта себе и такое бывает бандит одрискала нейтрализатор запаха здесь они промывали свои раны так ну это бандит зачем ты его берешь опять я не прочитал что надо взять поэтому взял бандита одрискала этого просто ограбим на доллар 34 цента и кокаиновую жвачку 4 штуки так я все же надеюсь переночевать в этом лагере потому что ночью но никакого смысла путешествовать нету согласитесь нахрена это сделал я не помню а я пытаюсь понять что можно взять кроме бандита одрискала но там как так как их там два бандита видите под иконкой под иконкой r1 две точки то есть можно приключиться на одного бандита либо на другого вот я взял взял одного и сейчас его благополучно положу в другое место это ну так чисто эксперимент так у нас прокачалась до уровня 6 вот этого парня мы еще не обыскивали это новоприбавший тут видимо у них была стрелка какая-то чудо зелье и серебряные часы было были неплохо неплохо бурбон можно было взять так сейчас я вернусь вроде за бурбоном давай возьмем бурбон нормально но я как-то не употреблял бурбон на протяжении прохождения как-то артуна артур у нас не совсем выпивоха так создать готовить можно ну-ка крупная дичь либо оленина ну оленина у нас вроде есть да полностью восстанавливает все статусы давай готовь артур пока горит огонь и еще одну порцию блин чтоб я так жил оленину оленину жарил на костре и сжал ее прямо там же не ладно не надо жить ну артур огнету даже своего дома надо чтобы я жил в доме и жарил на костре мясо так опять мы сейчас подберем труп не знаю зачем чтобы не воняло да около костра я думаю что надо убрать его подальше подальше тем более что я планирую переночевать в вашем лагере да есть возможность спать до утра туши животного на вашей лошади начинает портиться и терять свою ценность а это наш фазан слушай надо с ним что-то сделать я не планировал вообще останавливаться в этом лагере и фазан может протухнуть жевательный табак что там с фазаном давайте его освежим он просто вытащил кишки какие-то внутренности и выкинул все остальное освежая птицу или ощипав птицу вы заберете мясо с туши это мясо можно приготовить и съесть это мы читали уже закрывай с помощью маховых перьев можно создавать улучшенные или уникальные стрелы так фазану наверно надо выкинуть да он пропал уже остался только вот это мясо которое мы из него вытащили давай выкинем этого фазана фазана сазана сазана мясо оставим все таки мы убили его случайно наехав на него поэтому особой охоты там не получилось ой смотри лошады стоят лошады прямо оседланы ну это лошады бандитов да ну у нас все таки есть дело нам нужно добраться до должника похавали поспали убили убили удрискалов честь нам и хвала но надо отправляться в путь по делам как красиво все таки утром смотри солнце прям падает на зеленые луга о туши оленя кто-то подстрелил оленя и не забрал тело американский велорог самка сгнила а сгнила печально печально что мясо пропадает самка велорога слушай велороги в игре так назывались машины в этом в хорайзен зеро даун в игре хорайзен зеро даун тоже на playstation которые одни из машин назывались велорогами я не знал что реально существуют велороги ну такое название животных интересно опознавательно кроме того что интересная игра жестокая и какая-то такая на своей волне она еще и познавательная пацаны какой-то неразговорчивый мужичок на вопрос как дела не отвечает поэтому ну и он нахер может быть это житель конечно этой деревне он был мог нам рассказать о нашем должнике но он не очень-то общителен поэтому давайте искать более общительных людей непосредственно в этом жилище так это что собачка собачка да так и здесь да я понял что я все таки забыл включить микрофон блин а я микрофон не включил что ну давайте узнавать где у нас должник что что это что Сэр, а-а-а, это Гринхорн там! И там он! Пока-пока, Лонгшарк! Погнали. Нужно его поймать. Поймать и не убивать. Блин, улюпетывает. Как будто должен миллион долларов. Моя, я держу его. Да! Ты не хочешь меня грустить, парень! Почему ты еще там? Чем больше я追у, тем больше ты должен! Поймать! Эта мапа укрепляет денег! Я не беру твои руки! Удерживайте! А-а-а, я понял! Так, это у нас, наверное, документы, да? Карта сокровищ Чика! А-а-а! В дупле где-то спрятал! Только хрен поймешь где! На случай, если со мной что-то случится, мои пожитки хранятся здесь! Вообще не представляю, как это... А, смотри, идите на обозначенную на карте область! То есть, серьезно! Я думал, надо искать по... По внешним призракам... Признакам... Так, это что за лачуга? Давайте попробуем... Искать по внешним призракам... Так, это что за лачуга? Что-то она мне... Не внушает доверия... Ну, ясен хер, она мне не внушает доверия! Здесь ты хрена трупов! Это король трупов! Че? Че за звук? Лошадь, пойдем отсюда! Жутенько тут как-то... Пляй, лошадь! Иди сюда! Так... Отсмотрите подсвеченную область... И постарайтесь найти долг... Используйте карту крови, чтобы позвать место... Да и вот... Прямо, по-моему... В этом дереве где-то дупло есть... Вот оно дупло... Так... Долг Чика Мэтьюса... Возвращен... Отлично... Давайте двигать за другим долгом... Это у нас долг... Лили Милли... Но мне покой не дает он тот дом... Какой-то у нас очень жуткий... Какие-то звуки здесь странные были... А, смотри, можно осмотреть... Загадочная проповедь... Во второй час полумесяца осенней... Осененной великой любовью... Благодатью спасителя нашей... Куковабы... Путешественника во времени и галактиках... Мы сбрасываем с себя человеческие оболочки... Чтобы его корабль забрал наши души... В царство обетованное... Чтобы жить там в мире и могуществе до 2000 года... Когда мы вернемся за новыми избранными... И вновь вознесется... Вознесется молитва на вершине горы... Шан... Возрадуемся его гибели... Ну понятно... Какие-то... Полуумные дебилы... Тут смотри, что можно было осмотреть... В камине... Обычно что-то прячут... Выдержанный пиратский... Ром... Повесть ваш опыт... Вносливости при использовании... Угу... Угу... Так... Ну видимо все... Достаточно... Ценно было у главаря... А у этих бедолаг ни черта не было... Все, лошадь, пойдем... Черт, твоя мать отсюда... Какое-то гиблое место... Серьезно... Так... Нам куда-то вон туда... Не обманул все-таки нас... Нас этот... Щенок... Ух, щенок... Поедем как к другому должнику... Морн... Ищите мили... Лили-мили... Наранчо Эмеральд... Так... А здесь интересные... Кстати, значочки... А, это домино... Может сыграем... Обычное домино... Один доллар... Так, сейчас сделаем небольшую паузу... И обязательно сыграем... Так, давайте попробуем... Обычное домино... Надо выкинуть здесь свои костяшки... Какие костяшки модные у них... Слушай... Так... Я дохожу... Или я? Ну, 6-5... Угу... 5-4... 4-4... 4-4... 6-4... Я до теперь... Так... 4-2... Ну, мне подсказывают... Эээ... Эээ... Да... 4-2... Для этой костяшки доступно несколько возможных ходов... Выберите один из вариантов при помощи... Эль... Ну, давай сюда я... Эээ... Эээ... 4-3... 2-5... 5-3... Так... 3-6... Да... Это идеально... Давай сюда... 3-1... 1-5... 1-5... 6-1... Так... Что у меня? 1-4... 2... 2... Пусто... Лидкость... Тяжки... Недоступных ходов... Да... Я знаю... Чему мне и показали... 4... Пусто... 5-5... Чё там... Пусто... 3... Да... Внутри... 3... Пасует... Кто-то уже хорошо... Ага... Пусто... Есть... И двойка есть... О... 2-6... Выкинем... Пусто... 1... Пусто... 6... Всё... Я ставлю... Пусто... 2... И я, в общем-то, выиграл... И я, в общем-то, выиграл... Ешь... Всё, пацаны... У меня дела... Просто мы поиграли с вами... Я вам показал, как надо играть... Чтоб вы знали... Мне надо искать должника... На ранчо Эмеральд... Должник... Пешком туда идти далеко... Смотри... Эта лошадь не торопится... Это не такая лошадь, как и в РДР первом... Окей, парень... Уп! 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 Квиля... О, давай! Почему всегда должны быть невеста... Такая общественная выборка... У меня. Я уже сказал... Я тебе купил деньги за следующий месяц... И это буду. Если ты не сделаешь,... Та неделю... Кто же the скажет, что вы сделаете следующий milligrams? Не взверьте мне эту туму... Я dachte, что ты сказал, что... Меня любит... Я... Но... Что я заработаю... Не достаточно для одного... А Lars, так как и две... Мои деньги должен быть вашим проблемам сейчас. Один вопрос... С �аны... Я имею в этом двориуме на мою spatialу... Так, а это Лили-Мили, собственно. Конфликтовать я не хочу, а тут только можно конфликтовать. Лили, где у нас есть деньги? Что? Эту лену ты взялся. Это день. Извините, я не имею в виду сейчас. Ну, тогда, я думаю, что у нас есть огромный вопрос, не ли? Купер, дай ему, что ты получил. Да ладно. Дай ему, что ты получил. Купер! Ты не можешь сделать это! Отлично! Окей, окей, окей! Он у меня все мои деньги, я дам все ему, просто... Ты знаешь, что я делаю? Твою мать, ограбление засчитали. Подожди, какое ограбление? Я же свой долг забрал. Какого хрена? Тут у вас шерифа наверняка нету. Срать я хотел на ваше свидетельство об ограблении. Так, салон... Судя по внешнему виду, не работает. Я ничего не могу сказать тебе. Может быть, ты должен думать о таких людей, с которыми ты любишься, мисс. Ты получил твои деньги! Я не буду слушать твоей знания, хорошо? Ну, давай, бывай. Закрыто. Какой-то... Захолостный у вас городок. Ни хрена ничего нету. Даже салон не действует. Ох, как светло. Так. В розыске расследования Артур Морган. Что бы это могло значить? В розыске расследования Артур Морган. Что бы это могло значить? Я не люблю видеть его. Будет печально, если сейчас придут охотники за головами, либо законники и... Завалят меня и миссия будет провалена. Ну, вроде, миссия не должна быть провалена. Какая-то ферма. Здоров! Здравствуй. Здравствуй! Здравствуйте. розыске но статус понемногу стихает неплохо неплохо мне это нравится все я уже не в розыске 5 долларов не в ганновере с этим мы можем справиться давайте куда поедем а здесь смотрите на этой станции есть в общем-то почта только что мы на ней были я думаю туда и поедем заплатим этих странных 5 долларов чтоб нас никто не искал потому что преступности я в наших действиях вижу ну крайне минимум преступности на к наш конечно есть но крайне минимальная у нас есть фоке бич овова вот 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 здрасте смотри не преследует раме за 5 долларов и готовы меня убить что ли за пять странных долларов ничего издеваетесь блять а они умеют убили меня нахер за 5 долларов убили за 5 долларов что за дичь награда 27 с половиной долларов а почти 28 долларов слушая же видел что они охотятся там за мной на хрена я туда вообще попер так это это не недоступно черная бы а это уже дуэли у нас так здесь чё а здесь наш лагерь вот туда нам и надо это печально конечно что я честно хотел отплатить за все свои грехи целых 5 долларов но они почему-то решили меня убить причем там но двоих я завалил 3 меня убил еще там парочка было получается пятеро человек что ли по доллару на каждого я не понимаю вот эту схему схему охоты за головами по моему ни один уважающий себя охотник за головами не стал бы работать за 5 долларов типа чего издеваетесь что 5 долларов за человека так нам с пустыми руками не комильфо конечно приезжать на на базу я думаю что нам стоит подстрелить какой-нибудь олегу по дороге смотри олеги олеги погнали ты чё живой что ли по моему ненадолго так можно и птичку построить но они все убежали блин олега извини белохвостый олег самец с красивыми рожками пригодится ну и можно какую-нибудь маленькую дичь поймать типа птички какой-нибудь зайчика тихо 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 зачем освежевать я хотел просто его взять с собой блядь блядь жесть бедный зайчик по моему вот этих маленьких животных можно несколько штук взять на лошадь типа новую с левой стороны пару штук повесить с правой стороны пару штук повесить надо просто попробовать поэкспериме поэкспериментировать во че я хотел сказать птички летают птички летают до ночи я надеюсь доберусь так это кто такой это олега олега нам не нужно ли у нас уже есть так ложь успокойся ты чё я понимаю что тебе тяжеловато но все же не хрюкай давай и вот мы в общем то в лесах уже так давайте питерсуну все это скинем вот 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 так забирай значит плохая крыльча шкура да мясо дичи клык пумы ни хрена себе а ну да я пум уже давай пожертву мясо крупные дичи в хорошие туши оленя самца пожалуйста плохая тушка кролика пожалуйста животный жир забирай маховое перо не отдам хороших кролича шкурка не отдам а вот плохую забирай мясо дичи забирай нейтрализатор запаха я не знаю такое мясо крупные дичи забирай мясо взрослого оленя забирай перо фазана нет занято ну и все в общем да да пожалуйста так пожрать не дай нажать хочу отлично и выкинул туда его к ебеням так но разобрались мы в общем то по моему с должниками да должников вроде как нету больше а вот здесь даже обозначен да вот здесь зайчики у нас тусуются здесь зайчики тусуются раз то кто пастор свонсон так ладно давайте пар пастора свонсона потом вот это кто у нас хозья мэтьюс хозья хочу поговорить с вами давайте ограничимся пока что нашим лагерем там девчонки мне намекнули что пора бы помыться лошадь ты чё с ума сошла что ли хозья пойти охотиться я не против уходят с уязвленным самолюбием нет я увидел огромный хозья один из самых больших я увидел я считаю почти 1000 литров мой бог но ты нужна мне придет конечно давайте где мы идем где мы идем где мы идем на декота может быть один день или два я могу работать от этого места мне тоже это было несколько дней вы нужны что-то я не думаю у меня все что я нужна давайте так что вы еще не поменяли Бодисия Нет, я не садил ее. Она была довольно плотная. Эта была в порядке, но нет никакого места видеть. Я хотел бы вылезать этот большой шар-шар-шар-шар-шар-шар-шар-шар-шар. Удивительный бастер. Где ты получил его? Семь большой, громко-малко-бастер-шар-шар-шар-шар-шар-шар-шар-шар-шар-шар-шар-шар-шар-шар-шар-шар-шар. Ну, ну, ты знаешь как это. Я понял. Давайте его к Валентинам. Он на дороге, вроде. Есть правильный дешевый. Снимите с лос вашей лошади и перенесите его на другую, чтобы сделать ее вашей активной лошади. Л-2, чтобы скустить мою лошадь. Окей. Снять седло. Да, она мне приглянулась раньше. Лошадь начнет доверять вашему сразу, после того, как на первый раз ее осилаете. Серьезно. Нихера себе, какая здоровая, слушай. Теперь-то ваша основная лошадь на мини-карте, она обозначена как... А, неплохо. Да, неплохо. Продолжение следует... 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 короче на бабло разводит только так обычная улучшенная а чё на все какой-то обосранное не пойму все седла у вас какие-то обосранные ну вот макелон возьму я улучшенную смотришься 3 доллара не так чтобы денег до хрена тут как помимо седел есть седельные сумки улучшенная сумка стремена есть рожки это что такое хрена себе путники матрасы короче мне это ни черта не надо пошел ты нахер уход грива естественная обычная короткая длинная коса ирокез дреды дреды мне нравится 3 доллара заплачу за них хвост естественный обычные короткие длины коса дреды ну длины обслуживание комплекс услуг по уходу давай короче на бабло разводит только так товары для лошади яблоко свекломорковь я понял это у нас вроде есть ну ладно партнер ты получил себе дело и новое место я надеюсь так ну я не продаю ничего остального чем хорошие животные И у тебя есть мои слова на это. Вот твои книги. И на меня. Новый... Грумин-брош. И какие-либо. Понимаю. Хорошо, ты. Ты обладаешь этот парень хорошо. Я знаю, что он будет следить за тебя просто хорошо. И она вся обосранная. Перестать вести лошадь. Я не хочу вести лошадь. Ну, ну... С какой-то хорошей целью ты должен быть вести что-то из этого. Ля Морган, какой-то ты маленький, слушай. Хорошо, давайте идем. У нас довольно ряда перед нами. Нужно вести лошадь? Давай. Что это лошадь мы заходим? Это называется О'Креез Рун. Внутри в гости, в гости Кумберланд-фалл. Я просто надеюсь, что я могу помнить, как я туда. Внутри в гости? Я точно не знал на это. Но в этой же время мы делаем это лошадь. Но он прыткий. Так, как дела с тобой и Джон? Хорошо. Не так, когда ты сейчас оставил его? Это было год, Озея. Он нас отдохнул за год. Ты, ты, ты! Я говорил с ним много раз. Он знает, что он сделал плохо. Он просто хочет поставить это за ним. Я уверен, что он делает. Распределять на этого ребенка это одно, но он знает, что он знает. Он не троллейный. Дутс и ты почти сняли его. Я знаю. Но это закончилось. У нас уже было несколько лет. Я знаю, что он будет. Никто особо вернеться так быстро, после этого, так много. А ты знаешь. Возможно. Но, пожалуйста, не вы это поставите. Продолжение следует... 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 Вы тоже думали о выходе из-за линии? Да, мы в порядке. Ты не помнишь? Я думаю, что ты был еще молод. Это не пройдет долго. Я вернулся в это. Она понимала, она знала, что я была. Я помню, что ты не был рядом за время, но... что-то было легче в то время. Правда, там никогда не было выхода. И стоять, это тяжело. Ты знаешь это. Но Бесси и я работали. Почему? Ты думаешь о выходе? Мне? Нет, конечно же не. Слушайте, если у Дуччьевых планы работают, и мы сможем сделать достаточно денег чтобы идти где-то новое, действительно новое, может быть, мы все можем сделать новый начальник. В любом случае, давайте попробуем, и мы собираемся с детьми. В любом случае, мы видим, что он еще летит. В любом случае, в лагерь, где водится легендарное животное. Следуйте с зепком, чтобы высадить его. Легендарное животное можно найти в зонах охоты мира. Но, Так, следы. Нажмите L3 и R3, чтобы включить Орленов Глаз и искать след. Так. Сюда куда-то шел. Легендарный медведь, слушай. А, вот смотри. А быстрее можем идти? Вроде можем. Если вы потеряли след, нажмите снова. Ага. О, там он насрал, что ли? Здесь говно его. А, это рыба. Что-то на грунте здесь. Дальше едят рыба здесь. Может быть, осталось бы оставить нашим друзьям, я считаю. Давай, посмотрим, если есть что-то остальное. Так, след дальше идет. Что-то еще на грунте, только здесь. Медвежье дерьмо. Вот теперь это оно. Я думаю, что он должен быть близко. Дальше идем. Продолжение следует... Разместите приманку рядом с большими камнями. А вот нам показывают область. Так, идем в сумку. Ну, выберите сильная действующую приманку для хищников и нажмите их, чтобы положить ее. Так, сильная приманка для хищников. Пожалуйста, обед готов. Идите ко мне. Так, я ни хрена с собой не взял, смотри. Только пистолет. У меня отсюда ни хрена не видно. Может, я вот так поближе подойду? Проверим приманку. Проверим приманку. Ты только что сказал, Розе. Я знаю, но мы должны сделать это правильно. Еще правильно надо приманку разложить. А он сейчас придет. О, да. Вы обнаружили легендарное животное. Вернитесь в этот сектор в одиночестве, чтобы выследить его. Все в порядке? Да, видимо, его не подраните просто так. Этот Хозе съебался, блядь, в ужасе. Смотри, он обосрался там, по-моему. Ты хорошо, старый человек. Конечно, я хорошо. Ничего. Ничего в целом. Спасибо. Я думаю. Это было весело. Знаешь, Артур Морган, я немного старый и украл, чтобы быть в последней игре. Да, согласен. Это мак. У мужчины в баре это мне дали. Ну, я его украл, но это еще одна история. Он сказал, что он ему рассказал, где найти какие-то реально большие животные. Спасибо. Это приятно. Ты спасла мою жизнь, Артур. Я думаю, что я вернусь в кемпе, чтобы лакать мои улыбки. Ты придешь, а ты собираешься этого монстра? Не-не-не, я попозже на него буду охотиться. Я вернусь с тобой. Поехали, а то. Я думаю, что это место должно быть как-то отмечено на карте в качестве легендарного животного. Поэтому пока что... Поехали. 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 Помимо не это там будетat. Поехали. 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 Да-поехали. Поехали. 5 долларов в общий банк и пойдем в общем-то домой и сохраняться и заканчивать на этом миссию что ж, я думаю, серия вам понравилась надеюсь, вернее, не думаю комментируйте, если что, ставьте большой палец вверх подписывайтесь на канал, чтобы увидеть продолжение, ставьте, конечно жмите, вернее, колокольчик всем счастливо на этом, всем пока